В Василиостровском суде Санкт-Петербурга проходит слушание по беспрецедентному делу. Прокуратура по заявлению полиции требует включить книгу военного пенсионера Олега Виноградова «Ведическая Русь» в список экстремистских материалов. В Василиостровском суде репортер Питер ТВ вместе с десятками горожан почти час стоял в очереди к металлоискателю, чтобы иметь возможность попасть на скандальное судебное заседание. При этом администрации суда был выбран небольшой зал, который изначально не смог бы вместить всех желающих, поэтому многие ожидали завершения заседания в коридоре. Пытаясь скрыть эту неблаговидную картину от общественности, местные приставы агрессивно запрещали видеосъемку не только в зале, но и в коридорах суда. Однако репортеру Питер ТВ удалось снять все, что необходимо было увидеть нашему зрителю. В перерыве заседания военный хирург Олег Виноградов, автор скандальной книги, в интервью Питер ТВ заявил, что удивлен позицией прокуратуры. Книга Олега Виноградова была издана за счет автора в 2008 году, тиражом всего 500 экземпляров. Она оставалась неизвестной 4 года, пока некие полицейские из Центра по борьбе с экстремизмом не совершили рейд в офис общественной организации «Славяне». Там полицейские нашли экземпляр этой книги, прочитали ее и сочли экстремистской, после чего обратились в прокуратуру. Заметим, что книга Олега Виноградова содержит пассажи, которые делают ее скорее фантастической, чем исторической. Вот лишь несколько цитат из этого произведения. «Русская цивилизация, древнейшая на Земле, существует десятки тысяч лет, а есть данные, что и миллионы лет. Из этого следует, что истоки русской цивилизации непосредственно связаны с процессом возникновения разумной жизни на Земле». А вот другая цитата. «Мы помним, что даже поход Мамая на Русь был организован жидами для доставки им рабов для наживы». Несмотря на откровенно националистические взгляды автора, поддержать его в судебном заседании пришли десятки активистов самых разных партий течений, от правых радикалов до левых анархистов и коммунистов. У прокуратуры Василиостровского района другая позиция. В прокуратуре напоминают, что утверждения о превосходстве белой расы над прочими запрещены не только Уголовным кодексом, но и Конституцией нашей страны. «Буквально в строках говорят, что мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле, принимаем Конституцию Российской Федерации, то нельзя разделять нас только на славян, евреев и другие национальности. И фактически книга Виноградова Олега Тимофеевича, она практически в каждой главе, достаточно большая объемная книга, действительно большой объемный труд, именно содержит такие вот высказывания, которые направлены на пропаганду расовой и национальной исключительности белой расы русского народа». В неофициальной беседе прокурор заявила, что с уважением относится к Олегу Виноградову как к военному хирургу. Однако распространение сведений, которые содержатся в книге Виноградова, по мнению прокурора, может толкнуть некоторых читателей на экстремистские действия, поэтому запрет книги «Ведическая Русь» представляется в прокуратуре логичным завершением данного судебного процесса. Редакция Питер ТВ будет следить за развитием событий.